Можно много говорить о внутренней политике, но все заканчивается плохо, когда совершаются ошибки во внешней политике. Сто лет назад Российская империя была конфетка. Все было отлично летом 2014 года. Нас втянули в войну, и чем закончилось, вы знаете. К 40-му году Советский Союз был вторая конфетка. Нас втянули, и чем закончилось, вы знаете. Вывод. Мы тысячу лет, Россия занимает оборонительную позицию. Мы ждем, когда на нас нападут. Я не буду брать тысячу лет назад. Берем Наполеон. Он ждет развязки войны в Литве. Молодой царь плохо соображает и сидит в Петербурге. И разрешает Наполеону всю Россию захватить, сжечь Москву, а уж потом можно немножко догонять французов и в конце концов победить. 41-й год. Все ясно было. Начнется. Уже точно начнется. Ну, дайте приказ начать 20 июня и разгромить немцев на территории Польши. Нет, ждем. Страх, неумение, ошибки. Поэтому это очень дорого обходится. Поэтому начинать мы должны первыми. Нам нужна мощь. Наша экономика может быть только милитаризованной. Вот если у нас придет милитаризация всей экономики, если мы снова нашу армию подведем к западным границам, я не говорю воевать, чтобы она стояла здесь. Она стоит за Уралом, где-то на юге. Вот сюда все поставить армию. Миллионная. Двух миллионов. Они трусливые. Они боятся. Их нужно брать испугом, кнутом. Мы пряником. Нате наш бюджет. Десять лет бюджет уходил туда, на запад. Надо, надо, там выгодно. Кудрин объяснял нам, что там выгодно. А теперь что? Теперь нам по морде бьет. Нашими же деньгами. Поэтому никакой выгоды нет. Туда деньги отправлять. Или здесь заниматься только торговлей. Торгует вся страна. Вот сейчас начинаем, может быть, строить заводы. Поэтому милитаризация, мобилизация, жесткая пропаганда. День и ночь. Чтобы они боялись. Вы же должны понять, что план Барбаросса-2 подписан. И мы ждем 22 июня? Нет. Теперь мы должны начать 20 июня. Как и где, это решают военные, генеральный штаб, все остальные. Но надо понять, наконец, в каком мире. Они смеются над нами. Они издеваются. Русский язык запрещают по всему миру. И что они делают сегодня? Убивают русских. Вот сидите вы и смотрите. Мы их гоним, как беженцев. И еще не пустим вам, к вам, как беженцев. И будем расстреливать их. Будем казнить их. Родильные дома будем бомбить. Больницы. А вот гуманитарную помощь направляете. Как сегодня на Украине. Что у нас нету средств, которые уничтожают всю колонну танков за 15 минут. Всю колонну БТР за 15 минут. Сносят целые улицы в городах. И все это сегодняшнее вооружение российской армии. Почему же его не испытать и не показать, на что способна наша армия. Не обязательно ее вводить. Весь мир. Что там? Американцы. Американская армия воюет. Че воюет? Добровольцы воюют. А у нас миллионы добровольцев могли бы там повоевать. Из тюрьм их выпустить. Штрафные батальоны создать. И сказать, ваша... Ни шагу назад. Вот Луганск, Донецк и дальше до Одессы, Приднестровья. И они все пропашут ночью и днем. Лишь бы не вернуться в наши тюрьмы. Поэтому направление на юг, а не на запад. Мы с ними злим. Мы получили эту Польшу проклятую. С этой Польшей возимся сколько времени. А Польша Украину делает такой же враждебной. Польша Прибалтику сделала враждебной. Зачем нам эта Польша нужна? Мы победили Наполеона? Че мы ушли из Парижа? Там бы сегодня еще стояла бы наша армия. И не было бы вообще никакой войны. Из Берлина ушли. Сегодня бы там армия стояла. То есть это все должна быть та политика, которую проводила Российская империя, Советский Союз. Я ничего не выдумываю. Я беру все лучшее, что было в царской России и в советской. Когда ни одна пушка не стреляла в Европе. Пока русский царь не даст согласия. Когда пошел плохой спектакль в Париже, царь позвонил и сказал, вам нужно 100 тысяч новых зрителей в ваш парижский театр. Те поняли, издохнулись. Спектакль сняли. Когда Владимир Владимирович Александр Третий и Англия провоцируют войну России с Турцией, ему доложили. Он вот так ударил всю войну, всю казну на войну. Дошло до Лондона, все прекратили. Царь сказал одну фразу. Всю казну на войну. Рука мощная такая, ствол чуть не треснул. И быстренько шпионам доложили британскому послу. И Лондон, все, все, никакой, мы ничего не делаем. Все в порядке, войны не будет. Они должны бояться.